Профессор Тони Чен расскажет нам о биостатистике в обсервационных исследованиях с использованием регрессионного анализа. So please, Tony, come. Тони, пожалуйста, на сцену. Продолжим тогда наше выступление. И позавчера I.E.M.E. уже дали вводную информацию, некий обзор статистики с рандомизированными. Исследованиями. И Эми уже говорила вам о различных моделях. Сегодня я изменил слово «модель» на слово «дизайн исследования». И больше будем говорить сегодня о дизайне рандомизированных исследований. И статистика здесь может быть как простой, так и сложной. И разные перемены могут быть использованы. И на самом деле уже на предыдущей лекции, связанной с выживаемостью, мы видели использование различных статистических механизмов. Но сегодня я хотел бы расширить эту тему и поговорить об использовании агрессивных моделей в нерандомизированных исследованиях. То есть, это обсервационное исследование эпидемиологического характера. И здесь я хочу показать, как моя регрессионная модель может быть полезна в этой области. Вы уже многому научились на этом курсе о многочисленных ошибках, которые существуют в этой области, как мы можем наши данные представить из-за неправильного фокуса наших исследований. Как я уже говорил, мы очень амбициозно ставим перед собой цели, используя многочисленные регрессии. А что я сегодня показываю, да, это просто короткая обучающая программа, чтобы у вас был доступ к короткому справочному материалу. Да, я понимаю, что статистика многих пугает, и их есть много различных способов посчитать регрессии. Но я даю вам простое объяснение, как использовать эту таблицу для того, чтобы выбрать подходящую регрессионную модель. Вот о чем я сегодня буду говорить. Прежде всего, да, это парадокс Симпсона и взаимное влияние факторов, затем влияние критериев отбора, также как мы определяем чувствительность и как это влияет на результаты, и как мы можем скорректировать. И в конце я покажу различные регрессии, которые могут использоваться для предсказания результата. Это очень полезное применение. Да, ну начнем мы с парадокса Симпсона. Это очень простое на самом деле. Идея, да, когда у нас есть независимые переменные и зависимые переменные, которые обе ведут к какому-то результату. И связь между X и Z, да, она может быть отягощена наличием еще каких-то других параметров. Как нам исключить эффект смешения различных параметров? Да, это рандомизация, это ограничение, когда мы находим какие-то факторы, да. Например, пол, да, мы исключаем этот фактор смешения. Конечно же, в эпидемиологии очень-очень любят использовать мэтчинг или различий подбор по каким-то параметрам. Я думаю, что вы много уже слушали о рандомизации. А сегодня я более подробно поговорю о регрессиях, также о стратификационном анализе. Но это, я думаю, вы на самом деле с этим уже знакомы, поэтому я не буду так подробно останавливаться на этом. А хотел бы показать довольно простой пример для иллюстрации парадокса Симпсона. Посмотрим на цифры. Те, кто занимается здравоохранением, всегда спрашивают, хорошо, если мы будем проводить программы по эффективности здравоохранения, то есть молодое поколение в нашей стране, в моей стране, очень интересуется темой здорового образа жизни, тренировок для того, чтобы нарастить мышцы. И они постоянно спрашивают, вообще вот такие программы фитнеса, они имеют смысл? Я вам покажу данные. Если программы такие, давать и не давать, это А и Б, и после программы тренировки участников, вы спрашиваете, допустим, тысячи, те, у которых была тренировка, и тысячи, у которых не было. Вы их спрашиваете, как вы, сделайте-ка пробежку, и, допустим, 30 минут за 5 километров, 30 минут, чтобы 50 километров нужно, или 40 километров, или 40 минут за 5 километров. То есть, если они укладываются во время, вы их, успех, если нет, то это провал. То есть, табличка буквально из 4 клеточек. Все очень просто. И вы подсчитываете относительный риск. На простом арифметическом примере вы рассчитываете вероятность провала и вероятность с успехом, с участием интервенции без нее. И смотрите, что это 33%, одна третья. То есть, вы можете, вы видите, что на 67% можно уменьшить процент неудачи. То есть, получается. И мы видим, что программы фитнеса, они на самом деле имеют смысл. Это и статистически показано. И можно посмотреть на эффект размера. вы приходите к выводу, что что здесь эффект есть. А тут же спрашивают, а вы спрашиваете про возраст, потому что возраст является еще одним из вариантов. В стареющем популяции, в стареющем населении процент неудач будет выше. Хорошо. Давайте распределим данные на группу молодых и пожилых. и посмотрим опять расчет относительного риска. То относительный риск сколько составляет? Единица? А что значит единица? Такая единица не работает. нужно соответственно правильно определять интервалы конфиденциальности. Выводы следующее. Если мы начинаем учитывать возраст, то тогда фитнес не имеет такого решающего значения. Почему мы говорим о парадоксе Симпсона? Потому что до возраста, до учета возраста вы говорите фитнес имеет значение, а после того, как вы учитываете возраст, то тогда уже вроде бы не имеет значения. Поэтому в статистическом языке это называется парадокс Симпсона, потому что это действительно противоречие, парадокс. Парадокс возникает по причине того, как мы смотрим на дополнительные факторы, вот на фактор возраста. если мы посмотрим на дополнительный фактор, вы должны понимать не только терминологию, но еще и причины. Потому что группа, где была интервенция, в 90% случаев это были молодые люди, там было, то есть из 1900 были молодыми, а в группе, где не было интервенции, молодого возраста были только 30%, поэтому поскольку в группе с интервенцией было больше молодых, то у молодежи конечно выше процент вероятности успеха. Поэтому мы видим, что процент неудачи для молодой группы 12 делим на 1200, получаем в общем-то на как бы 1%, а здесь 6%, поэтому конечно 6 больше, чем 1. И вот это называется конфаундное определение в эпидемиологии, как бы смущающее, искажающее, поскольку если вы хотите исследовать, почему сработала или не сработала интервенция, то тогда вы смотрите на вот этот конфаундный фактор, это возраст, если возраст и надо смотреть какой пропорции возраста в группе по распределению, нужно сертифицировать эти таблицы для того, чтобы получить правду. И это очень известные примеры, которые нам показывают, как нужно анализировать эпидемиологическую статистику, используя язык, такие термины, как парадокс Симпсона и конфаундные или разрушающие расчеты факторы. Сейчас исследователи пользуются рандомизированной группой для того, чтобы убрать вот эти все смущающие и запутающие факторы, отягощающие, такие, как возраст. Поэтому, если у вас выборка достаточно крупная, то тогда вы обращаетесь к рандомизированному исследованию, и этот вас отягощающий фактор уже не смущает. А если у вас группа небольшая, то тогда на это нужно обращать внимание. Моя коллега Эми всегда очень любезна, она предоставляет мне данные для презентации. Я вот сейчас не говорю про технические моменты, но этот слайд здесь вставлен, она автор этого слайда Эми. Основные моменты, которые здесь показаны, это интервалы компетентности. Всегда используйте коэффициент для того, чтобы сделать правильный статистический анализ после того, как вы уже убрали отягощающие факторы. Основная тема моей презентация, то, как мы пользуемся регрессионными моделями. Я ими пользуюсь. Очень просто. С самого начала я всегда говорю, что B1 это эффект размера, поэтому даже пусть вас не волнует, какие модели оценки вы используете. Затем вам кажется, зачем вам нужно знать логиты и оценку модели. Я уже показывал этот слайд, сейчас мы вернемся к нему. Это данные по категориям, коррелированные и некоррелированные. Это не рандомизированное контрольное исследование, это просто исследование, поэтому мы используем регрессионные модели. Поэтому я использую модель регрессионной типа логит. Вы можете обратиться либо к лекциям, либо к книгам на эту тему, познакомиться с регрессионными моделями. И как учитывать эффект размера, так называемый бета-1. У меня есть специальные специалисты статистики, которые это все рассчитывают, коллеги, потому что моя главная задача – это интерпретация, а не только технические подробности. Именно поэтому я вот здесь для этого случая использую регрессионную модель. Я рассчитал бета-1, вот она здесь в таблице представлена, бета-1. Не забывайте про взаимовлияние. Помните, что бета-1 вот здесь находится. Exit означает вмешательство, интервенция, то есть получается с вмешательством, там, где x равен 1, и безмешательство, где он равен 0. У нас есть коэффициент регрессии, об этом мы уже говорили, получаем очень похожие ответы для необработанных данных. Получается у нас вполне сопоставимые интервалы. и вот для чего нужны регрессионные модели. Вот эта модель без возраста, без учета возраста, это, так сказать, грубый анализ, который связывается с необработанными данными. Если мы будем учитывать возраст, то регрессия вообще сильный инструмент, и если вы будете выбирать соответственно модель, то тогда вас интересуют переменные, независимые, это вот эффект размера, но вы еще смотрите на возраст, который связан с X и с X результатом. Как отягощает возраст X через бета-2? Нас бета-2 сама по себе не интересует, нас интересует бета-1, потому что мы хотим понять, как нужно подстраиваться под возраст, если у нас будет меняться величина эффекта. Я использую регрессионную модель, вмешательство, возраст, все это указано в таблице, и мы рассчитываем бета-1 вот здесь. Смотрим на бета-1, это очень маленькая величина, практически незначительная. если посмотрим на другие коэффициенты влияния, вмешательство, интервенция, а вот это интервалы конфиденциальности, опять, которые связаны с остальными коэффициентами. вот такова регрессионная модель, которую я предлагаю использовать для того, чтобы разобраться с отягощающими факторами. Обратите внимание на эту важную концепцию, когда нам необходимо обратиться к регрессионной модели. если отягощающих факторов много, то тогда ситуация сложится сложной, но в регрессионную модель вы просто эти все отягощающие факторы включаете, в том числе возраст и все другие. Вот в этом смысл регрессионной модели. Сейчас очень много литературы на эту тему, чтобы понять, в чем состоит концепция регрессионной модели с отягощающими факторами, без них, как она меняется. И таким образом изменения от одной трети к единице. Посмотрите, да? Вот я вам привел пример один, как может казаться на первый взгляд те, что дают одни результаты, а с применением регрессионной модели получаем другие результаты. А вот сейчас мы рассмотрим второй вопрос, потому что сейчас такая горячая тема это предвзятость в выборе испытуемых. И вот сейчас я предлагаю так называемый бальный анализ. Мы используем его для оценки скрининговых программ, особенно для нерандомизированных контрольных исследований, поскольку нужно все-таки скрининговые программы анализировать по рандомизированных контрольных исследований. И я вам потом эти примеры покажу. вот это тайваньские данные по скринингу. наконец мы рассматриваем смертность для тех, кто участвует в исследовании и не участвует. Если вы видите величину относительного риска от включения невключения в исследование, то вы видите 0,38. То есть у нас на 62% снимается этот риск, люди нам не верят. И есть много таких примеров, на самом деле не только со скринингом связанными. Если вы спрашиваете про эффективность лечения и утверждаете, что она 0,1, это значит на 90% сокращается риск, то тогда герурги сразу же возразят, что это невозможно, потому что из 10 пролеченных пациентов я не вижу такого результата. Я бы сказал, 40% пациентов умирает после операции, поэтому не бьется статистика с реальной жизнью. А почему? Потому что есть предвзятость в изборе, потому что нужно смотреть, кто попал в скрининговые программы. и нужно посравнивать здоровых и больных. Если мы подстроим, дадим коэффициенты на предвзятость, то тогда относительный риск реально изменяется, буквально на 10% меняется. В этой программе 20% участников и 80% не участников. вне рандомизированных контрольных исследований это становится решающим, если не вводятся коэффициенты поправок. И без этого нельзя оценивать благотворность скринингового инструмента. С точки зрения концепции интервенции есть предвзятность при выборе, и на самом деле она так часто встречается при оценке. Буквально один пример приведу. Наличие скрининга и отсутствие. Мы смотрим исследования смерти от кардиосердечно-сосудистых заболеваний тех, кто прошли скрининг и не прошли. Иногда в профессиональной эпидемиологии это называется здоровые допустим если допустим у тебя эта профессия то тогда уровень здоровья у тебя будет выше чем люди которые не работают в этой профессии. то есть это случается в любых заболеваниях есть определенные профессиональные группы которые подвержены заболеваниям. Как проблему решать? Исследование было не рандомизированное поэтому нужно было ввести какие-то коэффициенты и использовался использовались бальные коэффициенты. прежде всего можно использовать эту форму и куда включается коэффициент склонности. Мы включаем туда такие переменные как возраст кровяное давление сахар крови и возможность участия в скрининге и получаем здесь агрессионный коэффициент через оперирование данными. Используется коэффициент регрессии и коварианты которые потом применяются для расчета коэффициента склонности и для образования скрининговой группы и не скрининговой. Использую этот балл коэффициент склонности для того чтобы восстановить две группы и сделать их по максимуму сопоставимыми. Вот я вам предлагаю таким путем идти. Есть масса методов когда используется коэффициент склонности для того чтобы создать так сказать псевдо рандомизированное контрольное исследование. Для этого мы можем использовать мэтчинг сопоставимость двух групп. Если у нас есть предполагаемый коэффициент склонности между группой со скриннингом и без него и мы их делаем сопоставимыми через бал мэтчинга бал сопоставимости для того чтобы убрать эти разницы. Либо второй метод используется стратификация коэффициента склонности такой как стратификационный анализ. и поскольку у нас нет рандомизированного контрольного исследования то тогда мы обращаемся к регрессионной модели с применением коэффициента склонности. Это один из возможных моментов как можно снять предвзятости при выборе. Если у нас есть анализированное контрольное исследование то тогда эти все проблемы снимаются. Но если его нет то тогда лучше всего мы понимаем что у нас нет идентичных сопоставленных данных и они выравниваются через коэффициент склонности. Я показывал как они рассчитываются раньше. После такой подстройки мы уже можем сравнивать бета-1 мы можем сравнивать эффект размера. Если предвзятость при выборе все-таки произошла то тогда эти две величины несопоставимы они будут разными. И вот сейчас этот инструмент активно используется для того чтобы преодолеть предвзятость при выборе групп пациентов и скрининговых программ. Вот я допустим примером это могу подтвердить. Допустим как воздействие инвазивного кардиологического лечения при острых состояниях и как использовался этот коэффициент склонности при оценке результатов этого лечения извините тут так все мелко напечатано но я объясню вот вы видите данные после применения коэффициента склонности и мэтчинга а вот данные до мэтчинга и здесь мы видим разбивку по возрасту да и также вариант с вмешательством и без него и если вмешательство происходило то мы видим что пропорция молодых больше здесь да 64 против 46 и 40 против 60 да после мэтчинга мы видим что мы сняли этот разнобой дальше если мы посмотрим по полу и по коморбидности то после мэтчинга да группы различаются очень слабо также можно делать стратификацию да в том в какую группу попадают наши различные типы больных если в конце концов после всего этого мы видим что у нас есть например снижение да на 64 но все зависит от числа переменных которые мы учли да от 36 сотых до 53 сотых до 54 при том или ином мэтчинге и здесь мы видим как ошибку выборки мы можем скорректировать с помощью наших показателей предрасположенности это очень хороший пример для того чтобы продемонстрировать как можно через с помощью модели регрессии снимать ошибку выборки очень много на самом деле статей на эту тему я могу показать очень много примеров которые подобным же образом работают с данными я использую такие подходы для оценки скрининговых когорт потому что у нас там не рандомизированные исследования и я использую показатели предрасположенности для того чтобы сбалансировать те скрининговые инструменты которые нам доступны когда у нас идет физическое обследование обследование груди первая стадия вторая стадия у нас это опросник когда мы выбираем уже группу высокого риска третья стадия когда мы уже делаем маммографию и здесь есть большая ошибка выборки и я использую две модели для регрессии чтобы составить коэффициент регрессии между двумя разными группами и можно посчитать коэффициент предрасположенности через мэтчинг через статистиконный анализ вот результаты по первой модели это маммография здесь у нас оценка по риску здесь у нас общая маммография в группе высокого риска около 9% мы видим а в в двух в двухгодичном скрининге мы видим где-то 33 да и если мы делаем анализ показателей предрасположенности второй и третьей модели то получается что модель довольно хорошо считает да отягощающие факторы для уже поздних стадий рака и действительно влияет на показатели лечения да мы недавно опубликовали как раз этот результат вот еще один пример я как я уже говорил предлагаю вам использовать показатели предрасположенности и наконец еще один раздел да это ошибочное определение ошибочная классификация как это влияет на эпидемиологические задачи да измерения зачастую да у нас бывает проблема со специфичностью или сензитивностью нашего исследования например да результаты иногда как вы знаете иногда недооценка переоценка бывает ложно положительное ложно отрицательное но нужны какие-то настройки дополнительные да но перед тем как делать корректировки нужно получить надежные данные почему потому что на первой стадии нам нужно понять какая у нас сенситивность и специфичность вот например периодонтальные болезни заболевания да болезни десен кто-то хотел было задание какое-то хотели исследовать конкретное сообщество и они использовали метод исследования CPI который называется просто там человеку дают чтобы он прижал зубами какое-то вещество и по нему уже смотрят да это первичный инструмент скрининга а затем да когда мы уже смотрим на величину эффекта требуется корректировка сейчас я вам покажу потому что если без корректировки да что происходит но перед корректировкой нужно учесть на первом самом первом этапе да для валидации на первом этапе нам нужно показатели сенсивности и специфичности а на вторая стадия это уже калибровка с учетом этих показателей и снова мы видим да это просто на самом деле как мы обследуем да на какие-то сложные виды заболеваний десен но я показываю на самом деле простые модели простые методологии да вот у нас есть право наш золотой стандарт у нас работали на этом исследовании очень-очень опытные врачи которые занимаются лечением различных продантозов и допустим да нам приходят такие данные и можно использовать нашу инициативность для того чтобы скорректировать да наши данные по ABCD здесь мы математику сейчас вдаваться не будем но просто да как мы рассчитываем эти показатели ABCD наша золотой стандарт да CPI у него значит после всех этих корректировок на все эти показатели да то мы видим что от нескорректированный показатель около двух да он изменяется на 4 43 да то есть больше чем на 2 единицы вырастает наш показатель то есть мы видим здесь большое недовыявление да как вы понимаете это показывает как раз например курение да такой важный показатель который был недооценен да и как раз для курения это будет 4.43 уже скалиброванный показатель сложные регрессии учитывают много множественные отягощающие факторы да плюс различные случайные эффекты да описывающие гетерогенность наших данных различные непредсказуемые ситуации да и мы получаем поэтому различные величины эффекта да слева у нас не скорректированное а справа скорректированные данные и вот мой мой опыт именно с этим конкретным диагнозом да если не делать калибровку то происходит недооценка по всем эффектам по всем параметрам недовыявления происходит например курение здесь мы видим да полтора здесь показатель после калибровки 2.26 да для эпидемиологии это очень важная мысль и между 1990-х 90-х до 2000-х очень много было сделано для в этой области но почему-то с 2005-го года где-то немножко перестали так широко пользоваться а это действительно важно еще у меня есть два-три слайда помимо снятия различных ошибок можно использовать регрессии и для предсказания результатов покажу пару полезных моделей опять же здесь очень сложная формула но не обращайте на нее внимание да опять здесь мы рассчитываем какую-то предрасположенность и это математически называется логит вот здесь у нас есть подумайте коэффициент регрессии как некое весе иногда в клинической науке называют показатель вероятности заболеть да или какой вес конкретного симптома да для такого-то диагноза да например у нас будет там головная боль это 10 да рвота там 30 тошнота еще сколько-то да и мы опять же калибруем да через эти веса наши коэффициенты регрессии и используем эти расчеты да для чтобы предсказать результат это важно и в управлении здравоохранением на самом деле в образовании если у нас будет сделан этот расчет да то мы сможем показать кривую да что как это распределяется у здоровых людей да и у пациентов с этой конкретной с этим конкретным диагнозом когда мы делали скрининг на рак груди в группах высокого риска я уже показывал эти исследования да когда у нас мы мы все еще довольно дорого делать покрывать все население да маммографическим исследованием поэтому нужно отбирать женщин из групп с высоким риском да и что мы делаем как мы рассчитываем да эту группу мы используем модель ладжит для того чтобы посмотреть да различные возрастные показатели да и придаем им разный вес да вот здесь у нас расписано какой вес имеет какой показатель да для и это мы делаем для того чтобы проверить их связь с раком груди да если риск высокий то значит показатель будет больше и мы сделали это для того чтобы установить какой-то нижний предел для того чтобы направлять или не направлять женщину на маммографии конечно можно еще оценить эту модель да вот здесь у нас сенситивность чувствительность и если модель предсказывает правильно да то видно это видно и по специфичности и мы можем построить кривую в зависимости от разного уровня отсечки да и показать точность нашей модели да чем более точная модель да тем ближе она к единице да там потому что у нас на единице да это есть специфичность и сенситивность 100% но обычно кривая выглядит вот так и область под кривой да чем больше у вас данных помещается под кривой тем более точные у вас скрининговые инструменты в этом случае мы видим да 71 примерно и не такая да вот это вот здесь AUC это обозначает область под кривой да теория она будет 100% но как вы понимаете здесь у нас есть ряд точек на котором это по которым это кривая построена вот и во многом здесь есть случайные показатели которые были учтены да там с вероятностью 50 на 50 да то там мы получаем только половину в таком случае да случаев под кривой а 100 это идеальный показатель да вот один из моих аспирантов одна из моих аспиранток она офтальмолог и и в Тайване очень много работают офтальмологии с лазерной терапией и вот она например связывала внутриглазное давление с другими показателями она хотела собственно говоря посмотреть возможность предсказывать внутриглазное давление но интересно что у нас глаз парный орган да поэтому всегда всегда можно проверять на одном пациенте и они делали также повторные измерения и вот на модели которые она построила да можно что очень хорошо совпадает предсказанное и наблюдаемое внутриглазное давление вот еще один пример просто да для использования модели регрессии при назначении лазерной терапии для отличных глазных болезней мой последний слайд я надеюсь что вам по-прежнему интересно спасибо большое Тони спасибо по-русски по-английски скажите как лучше интерпретировать коэффициенты полученные в логистической регрессии вот мы видели у вас был пример про рак пожалуйста еще раз повторите потому что я забыла второй канал поставить коэффициенты логистической регрессии у вас был пример про построенную вами при раке молочной железы и там в регрессии видно много разных коэффициентов для различных параметров их как-то интерпретируют к сожалению не используется микрофон нужно чтобы докладчик говорил в микрофон коэффициент регрессии как я уже сказал он называется величиной эффекта если у нас один одиночная линейная регрессия то тогда у нас средний инвариант мы смотрим на пропорции данные они как комплементарные мы смотрим на эффект и на добавление этого эффекта на добавление коэффициентов если мы смотрим допустим группы с интервенцией и без нее то это делается на сравнение но поскольку это не линейное то тогда используется лог-ит лог-ат то есть мы берем лог это все очень похожие инструменты даже модели регрессии кокса просто разные типы данных применяются иногда иногда берется эксплунация иногда лог мне же предпочтительнее как бы я вам предлагаю просто обязательно учитывать величину эффекта величину эффекта то есть грубо говоря по этим коэффициентам можно говорить как действуют эти факторы то есть например там возраст влияет настолько как влияет возраст на результирующую то как влияют другие действительно не всегда можно смотреть только на на размер регрессии например нужно смотреть на другие параметры если у нас получается единица если бета один равна единице это значит интервенция и не интервенция то это составляет минимум один HD если мы рассмотрим рассмотрим бета один но единицы это слишком это много или мало нужно посмотреть на то что в стандартных скобках дается под понятием ошибки в регрессионных моделях иногда величина эффекта слишком крупная для числа в 0,01 то тогда статистическая погрешность высокая то есть помимо бета нужно смотреть и на другие величины но если бета составляет допустим 0,69 и вы по экспоненте смотрите допустим она где-то стоит 2 то есть умножаем на 2 это в 2 раза выше при группе с интервенцией опять как понять 2 это много или мало и поскольку один это полный инвариант мы смотрим на экспоненту но тут еще нужно смотреть линейно нелинейно еще нужно смотреть на стандартные ошибки помните я вам показывал я показывал что нужно учитывать размер выборки и величину эффекта контролируем подошел нас